коллеги добрый день у меня сегодня немножко такая задачка со звездочкой со мной должен был быть наш технический директор и мы выступление делили на двоих соответственно у меня больше теоретической части у него немножко больше технической но так как вирус ходит и не щадит никого получилось что я сегодня с вами одна поэтому буду где-то местами импровизировать или брать некоторые ваши вопросы в качестве домашнего задания домой чтобы мы потом могли если что ответить на сегодня очень хотелось подискутировать а вот вот этой штучкой переключать до подискутировать на тему государства комьюнити бизнес разработчики какая между ними вообще есть взаимосвязь и бизнес и индивидуальные разработчики работают со спа не просто не первый год а уже несколько десятилетий и в принципе тема и для россии и для международного сообщества она уже опробированная она уже такая и достаточно развитые нашей стране и по всему миру вместе с тем и государство тоже с какого-то момента начала разрабатывать свои из по продукты и в каком-то количестве из по продукту у государства есть при этом прямой взаимосвязи между разработчиками бизнесом которые производят программное обеспечение распространяемые на условиях свободной и открытой лицензии на текущий момент кажется что как будто бы не происходит и как будто бы влияние и роли государства на комьюнити на разработчиков россии она в принципе не нужно и разработчиков на государство есть у нас предположение мы готовы сегодня с вами это предположение обсудить что в принципе взаимодействие и влияние друг на друга у комьюнити и государства могло бы стать более глубоким и для этого есть ряд инструментов которые в общем есть у государства и есть у комьюнити если смотреть вообще на сам рынок и место там российских разработчиков сейчас мировом то можно сказать что ситуация характеризуется тем что разработчики российские давно и очень активно участвуют в зарубежных проектах делают свои наши свои российские проекты по вот например по данным исследования проведенном джетбрейнс в двадцать первом году россия занимает пятое место и ее вклад это оценивается как семь процентов контрибьюторов международных проектов с открытым кодом россию это достаточно существенный вклад если говорить о статистике вообще разработчиков россии количество айти специалистов а точнее если говорить о статистике ростата это работников сферы айти оценивается по итогам 22 года в полтора миллиона с копейками в том числе выпускников выпускники вузов например 22 году количество выпускников 39 с половиной тысяч вузы у нас учат по 63 направлениям то есть в принципе количество программистов и специалист сфере айти она в россии тоже потихонечку прирастает вместе с тем последние полтора года характеризуется тем что есть ряд угроз для того чтобы российские разработчики продолжали беспрепятственно развивать международные проекты и российские проекты используя зарубежную инфраструктуру для этого такую как например github и gitlab мы знаем о случаях блокировки российских репозиториев на этих ресурсах мы знаем о случаях буквально недавно месяц назад были удаление github репозиториев ряда российских разработчиков мы знаем о том что репозитории российских разработчиков переводят в архив без возможности доступа к их развитию дальнейшего мы знаем о случае который был правда он к счастью выявленный и яркий единичный когда на гитлабе разработчик включил свой код соответственно вредоносную программу которая при открытии с российского с компьютера на котором используется российский язык в общем запускала свою программу и удаляла все что находила на этом компьютере и мы знаем о том что с этого года очень сложно продлить лицензии на гитлаб сделать это официальным путем используя соответственно российский счет и вообще как бы от имени российской компании или российского разработчика вот риски очевидны риски есть вместе с тем это существенное какое-то влияние на разработку и спой на работу с гитхабом и гитлабом тоже массовое какое-то пока не оказывает мы сложно предположить будет ли ситуация ухудшаться или она останется вот в каком-то таком затяжном состоянии мы пока просто фиксируем эти риски вместе с тем есть предположение что государство в текущий момент могло бы чуть больше влиять на развитие open source в россии и инструментами такого влияния и такой поддержки во-первых защита интересов разработчиков и комбьюнити в принципе нет методы и меры стимулирования создания отечественной инфраструктуры развития мер финансовой поддержки поддержка развития вообще культуры работы с открытым кодом это через развитие образовательных программ работы по совершенствованию соответственно образование подготовки кадров и совершенствование нормативного методического регулирования в данной сфере интерес со стороны государства точно есть мы это видим вот по заявлению ну прям первых лиц нашего государства еще двадцать первом году михаил владимирович сказал о том что нужно запустить вообще российский гитхаб на территории нашей страны и им просто заместить таким образом инфраструктуру в совсем недавний вот перечень поручения президента в котором он говорит о том что необходимо разработать вместо национальной программы которая сейчас действует соответственно разработан национальный проект экономика данных и сейчас разработка такого проекта ведется в том числе одним из разделов на основании поручения может или подразделов может быть мероприятие которая предусматривает создание отечественных хранилищ кода платформ сервисов необходимых для совместной работы российских и иностранных программистов то есть очевидно что интерес у государства к этой тематике тоже есть что нужно по нашему мнению и там в общем по отзывам нашего экспертного совета который у нас на площадке организации создан нам кажется что со стороны сообщества поступают могут поступать и поступают в принципе в государстве следующие запросы это некие меры поддержки это мероприятие популяризация использование разработка из по образованию образовательные программы как таковые площадка для обмена опытов и создание таких площадок и международное сотрудничество поддержка его и может даже стимулирование что может дать государство что может дать регулирование может сдать дать стандарты может выделить бюджеты и обеспечить некие меры поддержки по идее есть практика у государства когда какие вещи регулируются через стратегии например примерами таких стратегий в сфере IT является стратегий развития искусственного интеллекта, стратегий научно-технического развития, стратегий развития информационного общества все эти стратегии были в свое время утверждены в разное время, соответственно каждый в своем году утверждены указами президента Под каждую из этих стратегий принимается план мероприятий и утверждаются показатели эффективности. Ну и естественно ключевая задача, которая достигается совместно государством и сообществом, это технологическая независимость страны и ее развитие. Мы вместе с экспертом, это не просто мы, а это именно экспертное сообщество, еще до создания нашей организации разработали проект стратегии развития программного освещения с открытым кодом. На площадке нашей организации в этом году мы такую стратегию доработали, мы ее недавно, буквально 14 сентября презентовали в Минцифре России, сейчас обсуждаем. Но обсуждать ее в отрыве от сообщества, значит сделать такой перекос только в сторону интересов государства. А хочется объединиться, хочется, чтобы такая стратегия стала непосредственно инструментом, через который государство может реализовать действительно полезные для сообщества вещи. Сейчас в направлении к стратегии значится обеспечение системности координации реализации стратегии, создание экосистемы разработки открытого свободного программного обеспечения, совершенствование нормативного и методического регулирования сферы открытого и свободного программного обеспечения, усиление значимости открытого и свободного программного обеспечения в образовании и развитии кадрового потенциала и стимулирование развития сферы открытого и свободного программного обеспечения. Нам видится, что при реализации такой стратегии приоритетными, то есть первыми шагами, должно быть, во-первых, создание инфраструктуры, это некая экосистема репозиторий, включая то, о чем говорил Михаил Владимирович, и то, о чем обсуждается, по крайней мере, в некоторых кругах сообщества, это создание национального репозитория, который аналог гитхаба. Я знаю, что не все в сообществе разделяют идею необходимости национального репозитория как такового вообще, Минцифра объявила о проведении такого эксперимента в прошлом году, пока эксперимент находится в не очень очевидной стадии. Итоги его пока не подведены, и для участников эксперимента пока репозиторий не предоставлен, для тех участников, которые были отобраны. Нужно, конечно же, реализовывая какие-то стратегии, определить, кто за что отвечает, кто координирует какие усилия, и кто предпринимает, какие действия реализует мероприятие, то есть некую координацию обеспечить. Есть определенные нормативные барьеры сейчас. Они не блокируют работу, в принципе, по СПО, но, тем не менее, есть, кроме, наверное, одного акта, попозже я расскажу, который влияет чуть более существенно, чем остальные на сегодняшний день. Соответственно, было бы неплохо тоже их устранить. Есть потребность, по крайней мере, наш опрос показал, тоже о нем расскажу, что есть потребность в мерах поддержки. Возможно, требует, никак не возможно, а мы видим, что можно стимулировать участие зарубежных разработчиков, дружественных стран в российских open-source проектах и привлекать их сюда. И, очевидно, нужно развивать образование и подготовку кадров. Что касается первого мероприятия, я пойду как раз по этим приоритетным шагам. Мы совместно с коллегами из отрасли, здесь и финтех, и госттех были, и коллеги из Эсперан участвовали в подготовке, еще ряд коллег, в общем, и наш экспертный совет, участвовали в подготовке вот этой вот картинки, специально для министерства ее рисовали. Это некая экосистема. У нас, естественно, репозиторий на территории России уже много. Есть и корпоративные репозитории, в принципе, крупные компании идут по пути, что каждая для себя внутри разрабатывает свой репозиторий. Есть у нас на уровне государства два так называемых репозиторий. Это Национальный фонд отговоритмов и программ, где, по сути, лежат библиотеки тех информационных систем, которые разработаны за государственные деньги. Есть конвейер разработки, сейчас сделается на базе платформы гостеха, по сути, тоже являющейся репозиторием в своем роде. И, соответственно, в эту структуру вполне себе вписывается национальный репозиторий, который может содержать две совершенно связанные между собой вещи. В общем-то, копируя опыт GitHub и GitLab, это открытая часть, которая доступна и свободна для всех пользователей, и, соответственно, Enterprise-версия, которая уже предоставляется по определенным тарифам за определенную плату. Мы здесь поделили где-то отрасль у нас наверху, внизу государство, и слева у нас, в принципе, публичный доступ, более-менее свободный. Получается, справа там больше про КИИ и защищенные истории. Что касается самого национального репозитория, мы проводили опрос на базе экспертного совета о функционале. Но, во-первых, экспертный совет у нас согласился с тем, что такой репозиторий, в принципе, нужен. Он имеет место быть на территории России как некая инфраструктура по действительно импортозамещению, по достижению технологического суверенитета. Было проведено голосование по функционалу, который наиболее востребован для этого репозитория. В этот функционал, естественным образом, не попали монетизация, внешняя интеграция, еще ряд сервисов, которые нужны скорее тому, кто будет оператором такого репозитория, но, конечно, не нужны непосредственно разработчикам. Но попали и заняли там большинство такие функции, как инструмент совместной разработки, администрирование и модерирование, соответственно, управление процессами интеграции и другие, соответственно, сервисы внутри национального репозитория, которые должны быть развернуты. Это некая все-таки такая… Предусматривается, что это действительно будет такая инфраструктура, которая либо сравнима с GitLab, GitHub и китайским GT, либо очень близка к нему по функционалу. Понятно, что, наверное, для России достигнуть сразу того масштаба, который есть, и в том числе по сервисам, которые есть у зарубежных коллег, и развивались последние несколько десятков лет, наверное, самый молодой из них GT китайский. За один год или за два, наверное, такого не достигнут, но в целом потенциал есть и возможности, я думаю, тоже есть при желании и, может быть, при поддержке государства. Что касается нормативных барьеров, во-первых, это гражданский кодекс. Он, конечно, очень сильно нормализовал законодательство российское с европейским законодательством, с зарубежным, ввел необходимые термины, но, на наш взгляд, во-первых, ряд терминов уже устаревает, потому что сфера IT не стоит на месте, во-вторых, они не отхватывают всех тех правоотношений, которые реально осуществляются в сфере IT. И есть предложение, в том числе от экспертов, посмотреть в сторону доработки все-таки формулировок и, в первую очередь, именно определения, используемого в гражданском кодексе. То же самое касается, в принципе, ГОСТа, свободное ПО, потому что он был разработан в 2011 году, и, в общем, тоже за эти 12 лет процесс не стоит на месте, и что-то меняется. В том числе сейчас уже на уровне постановления правительства, если вводятся новые уточняющие определения, метод рекомендаций, медцифры приняты, там тоже свои определения. Есть целесообразность перейти к единой какой-то терминологии, чтобы, в общем, не путать ни IT-сообщества, ни государства, которые будут формировать правоприменительную практику. Но и в целом имеет целесообразность изучить и состандарты, связанные с отраслью, и, может быть, их адаптировать, если содействовать в том, чтобы у нас сформировались национальные аналоги. Есть проблематика определенность обеспечения лицензионной частоты продуктов. Наверное, большая проблема, еще пока непонятная, это по внесению сведений об АСПО в единый реестр российских программ. В прошлом году вместе с коллегами из ЦКИТа мы внесли небольшое уточнение в постановлении 12.36. Мы предложили формулировку, коллеги, соответственно, ее инициировали, которая позволяет, ну, чуть-чуть упростила внесение сведений об АСПО в единый реестр. Мне коллеги сегодня подсветили сейчас перед выступлением, что как минимум одно АСПО уже в реестре содержится. То есть, в принципе, практика прошла, но, я так понимаю, для большинства компаний это вопрос открытый, как пройти этот квест с внесением в единый реестр правильно, так, чтобы тебе не отказали, и заполнить всю документацию. Есть смысл, как мы видим, в формировании некого гайдлайна, дорожной карты, ответа на вопросы, как-нибудь это надо назвать, любым словом, по тем шагам, которые надо пройти. И еще одна проблема, которая у нас образовалась буквально 30 июня, когда были приняты поправки в федеральный закон об НКО, наверное, слышали многие из вас об этой истории. Государство решало свою задачу, задача важная, задача обеспечить безопасность, в принципе, и государственных интересов, и не допустить влияния со стороны недружественных организаций, но при этом формулировки, которые были внесены в законодательство, затронули также и сферы IT, сферы интернет-провайдеров, сферы науки, сферы культуры, сферы образования. Речь идет о том, что в федеральный закон об НКО ввели понятие участия в деятельности иностранных некоммерческих неправедительных организаций, не имеющих структурных подразделений на территории Российской Федерации, и в административный уголовный кодекс ввели ответственность за такое действие. По факту получается так, что если прям читать как юрист формулировки дословно, мы вместе с экспертами выявили, что все, соответственно, деятельность по развитию международных проектов может туда попасть. То есть, сделал вклад в международный проект в виде кода, патча, уже это может считаться участием в деятельности, потому что термин не определен. Донаты, которые перечисляются, участие в благотворительной деятельности, участие в совместных мероприятиях. Я уже не говорю о том, что участие в качестве участника той или иной международной ассоциации, официального участника, тоже может попасть. И не говорю слово «попадает», потому что это действительно та юридическая коллизия, когда сам термин «участие в деятельности» не имеет расшифровки четкой, не имеет трактовки, что предел от сих до сих. Поэтому, в принципе, в таком широком толковании все, что угодно, может попасть под этот термин и, соответственно, попасть либо под административную, либо под уголовную ответственность. У нас есть скриншоты, когда ряд зарубежных коллег спрашивали, индивидуальных разработчиков, коллеги, мы слышали, у вас такой закон принят, насколько вам безопасно продолжать с нами работать. Они говорят, подождите, мы ждем разъяснений от регуляторов. На сегодняшний день, соответственно, по просьбе Минцифра России, Ассоциация юристов России собрала сообщества, различные профильные организации и подготовила вместе с ними, и мы тоже принимали участие, заключение, приготовила, соответственно, предложение по поправкам в этот федеральный закон. И сейчас, я думаю, если они не в пятницу, то на следующей неделе это заключение будет направлено уже в Минцифру России для того, чтобы дальше инициировать корректировку этого закона, чтобы не создавать никаких нехороших прецедентов в этой сфере. Что касается усиления мер поддержки, когда мы проводили этот опрос, в основном мы его проводили с членами экспертного совета и немножечко не с членами экспертного совета, мы выявили о том, что, во-первых, половина из тех, кто прошел опрос, они обращались за мерами поддержки, некоторые планируют обратиться, некоторые никогда не обращались и не планируют, но их как бы меньшинство. Соответственно, получили положительный ответ из тех, кто обращались, 37% организации, они получили гранты на разработку ПО или НИОКР. Соответственно, есть причины, по которым не обращаются. Во-первых, не всегда понятно, как за них отчитываться, за деньги, которые получаются от мер поддержки. Не всегда понятно, как конкретно нужно оформить заявку на подачу, чтобы получить положительный результат. Иногда бывает такое, что деятельность организации в принципе очень успешная, она не требует никакой поддержки, либо, соответственно, они не нашли для себя нужный мер поддержки. Соответственно, 71% опросных подтвердили нам, что существуют недостатки в тех мерах, которые есть, и предложили нам направление, которое есть на этом слайде, я не буду по нему по всем проходиться, для развития таких мер поддержки и, в общем-то, нам кажется, что это можно обсуждать с операторами мер соответствующих поддержек. Какая еще задача амбициозная может стоять у государства, например, по развитию ОСПО? На текущий момент очевиден тренд на то, что российские разработчики вкладывают гораздо больше своих интеллектуальных ресурсов в развитие международных проектов, чем международные разработчики, зарубежные в развитии российских проектов. Хотелось бы здесь, наверное, так вот амбициозно увидеть какой-то баланс, может быть, не так, как здесь нарисовано, с перекосом в нашу сторону, но с неким увеличением процента по вкладу именно в российские проекты и вообще количество российских проектов, которые будут развиваться при международном участии. Направление сотрудничества и те страны, которые, в принципе, сейчас готовы с нами сотрудничать, БРИКС, Мена, Латан, ведутся сейчас в взаимодействии, например, с общения с Индией, с Носком, с индийской ассоциацией. И вот здесь какие-то направления тегами мы разбросали, какие могут быть для сотрудничества образовательные проекты, обмен ресурсами, экспорт, создание совместных предприятий, совместная разработка, экспорт проектов, или наоборот локализация, обмен опытом, совместные мероприятия и так далее. Развитие сферы образования кадров. Это тоже важный раздел из стратегии. И здесь может быть все, что угодно. Во-первых, скажу, мы совместно с образовательным комитетом на базе экспертного совета попытались поискать курсы, которые были бы специализированы под АСПО. Их не так много. Мы нашли порядка 10. Если мы общаемся с вузами профильными, вузами в сфере IT, они тоже говорят, что у них непосредственно под АСПО курса нет. Есть базовые курсы программирования, в которых, конечно, как-то проходят. И направление, соответственно, на подготовке по программированию как-то затрагиваются тематики. Но вот чтобы готовили именно специалисты, которые умеют разрабатывать программное обеспечение, умеют пользоваться лицензией, не нарушать лицензионные условия, знают, как правильно их использовать и в какой момент, такого пока что нами не выявлено. Соответственно, здесь может быть и в метапах катона семинара, как по развитию конкретных продуктов, так и в целом по компетенциях, учебные материалы совершенствовать, симулировать участие профильных сотрудников IT-компаний в преподавании, потому что не всегда у нас преподавателями являются специалисты по АСПО, даже, скажем так, в редких случаях, наверное. Мероприятия по поддержке отечественных компаний-разработчиков, метрики, связанные с АСПО. Например, мы предложили сейчас в Минобразованию в ее программу поддержки вузов приоритет 2030 включить дополнительные KPI по АСПО. Обсуждаем, ждем от них ответа. Переподготовка, в том числе, преподавателей, повышение квалификации сотрудников профильных подразделений в технических, экономических, юридических и так далее в компаниях. Для координации усилий. Ну, у нас в стратегии сделано предположение, что для координации, так как в рамках стратегии задействовано и государство, и бизнес, и государственные компании, и негосударственные компании, и физические лица, как простые разработчики, и фонды, которые предоставляют меры поддержки, и еще ряд участников. Есть такая практика, например, используется в том числе при реализации стратегии искусственного интеллекта, когда определяется организация, в случае со стратегией развития искусственного интеллекта, это комиссия созданная, международная комиссия с участием в том числе бизнеса, созданная на базе прав комиссии правительства. В данном случае мы предложили рассмотреть возможность сделать некую некоммерческую организацию, которая была бы мостиком между государством и бизнесом, между государством и комьюнити. И здесь мы опираемся в первую очередь на мировой опыт, потому что похожие организации с похожим функционалом, начиная с Китая, там, наверное, функционал просто наиболее похож, по-натому фондеишн, и заканчивая другими международными организациями в этой сфере, некоммерческими именно, успешно эта практика работает. Почему некоммерческая еще? Потому что она все-таки не за бизнес, она как раз за баланс интересов, и она равномодульна как от государства, так и бизнеса. Это формирует больше доверия со стороны бизнеса и разработчиков, чем какие-то прав комиссии на стороне государства. Ну и, соответственно, чисто в силу законодательства это невозможно тратить деньги куда-либо на сторону, это только деньги на развитие организации, соответственно, на ее деятельность непосредственно, которая будет направлена на благо разработчиков. Ну и немножечко про нас. Мы созданы в апреле 22 года, как раз наша деятельность по уставу направлена на предоставление услуг по созданию и поддержанию развития экосистемы разработчиков в пользователе системного прикладного программного обеспечения с использованием принципов открытого кода. Ключевой нашей сейчас задачей является разработка, одной из ключевых задач является разработка стратегии. В том числе мы публикуем на нашем сайте периодически полезные материалы и аналитику. Есть у нас раздел, там уже три материала нами подготовлены, совместно с экспертным советом можно, в принципе, ознакомиться, можно комментировать. И представление интересов, вот что самое интересное, вас как разработчиков перед государством, бизнесом, комьюнити для разработки какой-то государственных подходов и стратегий. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, вопросов будет много. Если позволить, я на правах ведущего просто пару слов скажу, просто у меня тоже накопилось, я целую бумажку написал. Смотрите, государственным инициативам в области свободного программного обеспечения я отношусь с некоторой осторожностью, потому что опыт уже был и принятие стратегии, концепции и так далее. На самом деле у государства есть хороший опыт принимать решения и их не выполнять. Я просто приведу пример по поводу программ. Существует, до сих пор действует закон об обязательном экземпляре. Он какой-то древний-древний, по-моему, чуть ли не 70-х годов. Он действует. По этому закону надо все книжки изданные сдавать в Ленинг, куда-то еще. И по этому же закону каждый экземпляр программы, который издается, обязательный экземпляр должен также сдаваться в НИИ Интеграл, в ГУП НИИ Интеграл. Правда, по-моему, в Интеграле об этом уже не знаю. И Интеграл прямо вписан в федеральный закон. Это, по-моему, подвет или что там, сейчас менялись. Минцифры. Надо смотреть, как они сейчас проводятся. Да, но они там меняли правовую форму. Ну и, по-моему, на эту тему просто и закон не отменяют и не выполняют. На самом деле, то, что я слышал по стратегии, мне показалась очень интересной идея публикации результатов работ, выполненных по госзаказу под свободные лицензии в обязательном порядке. Ну, за исключением работ, где есть гриф. И на этот счет уже проводится эксперимент Минцифры в рамках гостехпроект. Несколько проектов постановлением правительства идут вот на таких условиях. Вот мы сегодня разговаривали, я был рад узнать, что по одному из таких проектов, оказывается, в начале этого года уже были опубликованы результаты под свободной лицензией. Ну, мне просто не терпится посмотреть, что там опубликовали, действительно ли это целый продукт или фрагменты, или что. Я очень жалею, что не узнали заранее, потому что это мог быть интересный доклад на нашей конференции просто по такому опыту публикации. Ну, я понимаю, что когда какое-то ведомство проводит эксперимент, оно надеется, что он будет успешный. Ну, я надеюсь, что тоже эксперимент будет успешный и будет такая норма принята. Это вот на самом деле был бы очень мощный результат в поддержку свободного софта. Ну, и на самом деле в целом разработки в России, не говоря о том, что это мощнейшая антикоррупционная мера, то есть это такая вот прорывная штука была бы. Вот дальше реплика просто по поводу вузов. Ну, мы вот проводим кроме этой конференции еще вот здесь же СПО в высшей школе. Вот зимой будет, по-моему, 18-я или 17-я или 18-я конференция. То есть это те вузы, которые заинтересованы в использовании свободного программного обеспечения, или уже плотно в это вовлечены. То есть может быть имеет смысл обратить внимание вот на эти вузы, тем более материалы предыдущих есть, то есть может быть их окажется чуть-чуть больше, чем вот. Ну, то есть если множество эти объединить, может быть будет побольше. Я же не говорил, что вузы не заинтересованы, они заинтересованы. Просто это те, кто уже вот что-то делает и тут вот как-то объединить можно усилия. Вот. Значит, что касается репозитория. Меня вот какая штука смущает. Справедливо говорилось, что вот мы принимаем участие во многих проектах разработки свободных программ международных и прозвучало, что вот если будут какие-то программы начаты в России, хорошо бы увеличить процент участия иностранцев. Вот я опасаюсь, что запуск такого репозитория скорее снизит процент участия иностранцев в наших проектах, ну в силу известных обстоятельств. Вот. Собственно, вот закон по РНКО вот об этом говорил. Так, теперь, пожалуйста, вопросы. Я не мог не прокомментировать, не только Миша комментировать. Ну это, конечно, радует, что Мишустин докладывает Путина про свободное программное обеспечение и Путин внимательно слушает, и эти слова вообще говорятся на таком уровне. Но я ведь прекрасно понимаю, что помощь получит корпорация. То есть получит Астра, получит Базальт, вовремя подсуетится Яндекс, вовремя подсуетится Сбертех и так далее. Организации, у которых и так все хорошо, а вот такие независимые разработчики, как я, которые не при корпорации никакой не состоят, не получат ничего. И я даже не знаю, что хорошо это или плохо, потому что когда на следующем обороте наконец государство увидит, что есть такие люди, как я, ведь что я получу? Я предотвращу вот такую стопку бумаг, которые я должен буду заполнить в обязательном порядке. Или я должен перестать этим заниматься, по страхам попасть в тюрьму. И мне, я не знаю, что лучше, что хуже. А реально я хотел бы, ну в идеале я хотел бы, чтобы государство мне кто-то платил за это, чтобы я занимался этим, а не работал там, по-найму занимался какой-то коммерческой хренью, которой никто никогда не пользуется. Это идеал, да? Ну хотя бы, чтобы мне не мешали и чтобы мне помогали в каких-то простых вещах. Это не обязательно деньги. Я не против попасть в реестр российского обеспечения, но я не буду заполнять вот эту стопку бумаг. Если бы я мог бы туда попасть ну просто в заявительном порядке, я бы написал бы, заполнил бы короткую форму. Потому что получается, ну мне государство ничего хорошего пока не делает. И не сделает. Да как бы ничего плохого не сделало. И вторая вещь совсем простая. Вот про российские репозитории. Я там сейчас планирую начать новый проект, большой проект, на котором я там пока не буду рассказывать детали, не готов. И я присматриваю для него репозиторию. Раньше я совершенно спокойно шел на удобный мне гитхаб, но сейчас, ну политическая ситуация такая, что мне немножко страшновато идти. Я посмотрел на российские репозитории. Ну что я вам скажу? Значит, на мой взгляд, программное обеспечение это всемирное достояние. Мне важно то, что мои иностранные коллеги, не говорящие по-русски, могут дать мне обратную связь, могут поучаствовать как-то в моем проекте, потестировать и так далее. Извините, если у вас заглавная страница по-русски и везде русский, я не думаю, что туда придут люди из Федоры, я не думал, что туда придут люди из Китая, они просто ничего не поймут, там сплошная кириллица. Такая простая вещь. Это как-то должно быть подчинено. Значит, у этих репозиторий в интерфейсе должен быть не только русский, но и английский как минимум. В какой бы ситуации мы не были бы по отношению к этим странам, это язык международного общения. Ничего с этим пока не поделаешь. У меня на этом все. Спасибо большое. Синякуп. Меня зовут Олег, базальт СПО. У меня вопрос такого плана. Вот в случае с Клама В, когда формально это ПО является свободным, то есть его можно скачать, его можно модифицировать, но фактически в антивирусные базы наложено ограничение, что их нельзя скачивать с российского IP. Можно ли подобное ПО считать свободным при наличии таких ограничений? Я именно такой вопрос задаю, потому что эти ограничения это штука обоюдоостров, ведь при наличии наших репозиториев в целях меры борьбы с закладками можно ограничить точно так же доступ и к нашим проектам для иностранных компаний, партнеров, разработчиков то же самое. Зачем? Да. Можно, но зачем? То есть можно ли считать подобное ПО свободным при наличии подобных ограничений, если вдруг такие вводятся? Свобода, нет, открыто. У нас, да, есть как бы терминология, если мы говорим с точки зрения тех терминов, которые сейчас используются в ГОСТе и в Гражданском кодексе, с точки зрения скорее гражданского, оно попадает под ПО распространяемое на условиях открытой лицензии, вот, и в этом контексте открытым его, видимо, можно считать. Можно спрашивать, да? Можно, да, я вопрос, вроде бы, следующий я на очереди. У меня вопрос и к докладчику, и к Алексею Владимировичу получается тоже, потому что он прокомментировал, что вы, значит, две категории проектов обозначили, проекты, в которых много иностранного участия, да, и проекты, в которых мало иностранного участия, но инициированные в России, я так понимаю, смысл, что такое российское открытое программное обеспечение, которое было инициировано здесь, да? Да. Это правильно. Понимаем другого. Хорошо. А вы как бы задумывались о том, почему в одних случаях много иностранной поддержки, а в другом случае нет. Мне кажется, причина может быть только функциональность. Если за пределами России это никому не нужно, то как же вы их привлечете? А если нужно, то, скорее всего, вот как в случае сканеров, да, драйверов, там и так уже много международного участия. Или, то есть, вы анализируете причины, по которым участия много или мало? Конечно, их нужно анализировать, ну, бесспорно. Мы сейчас скорее думаем о том, можно ли предложить государству какой-то способ увеличить количество и простимулировать именно количество российских разработок, которые были бы интересны за рубежом. А, вот именно в этом смысле. Да. И есть ли у государства вообще такие применимые инструменты, чтобы вот мы вышли вместе с вами как сообщество и предложили им... Да, то есть, если будет интересно, тогда будет и поддержка. Да, значит, все вроде бы верно. Хорошо. О, вопрос. Значит, смотрите, я вот поддержу коллегу, но кратко. Я внимательно наблюдал, и для меня тоже подобного рода такое впечатление сложилось, что у сообщества вообще оно ничего не ждет хорошего в основном государства. И мы даже с вами сейчас обсуждаем, скорее ждем, как бы нам чего не было. Вот мы обсуждаем, будут нас преследовать или не будут. Это вот как бы все самое положительное, что мы обсудили, это так как бы не прожмут ли нас. И вот это меры поддержки, они, знаете, выглядят как токсичные деньги, как правило. Вот это толстая слойка высокого бумага, это вот про него. Значит, у меня вопрос такого характера. Хотелось бы вот такой ответ получить. Смотрите ли вы на взаимодействие с субъектами, которые не являются юрлицами. Сообщество это в основном не юрлица, а как бы государство в основном взаимодействие кажется с юрлицами. С вузами, с компаниями, большинство из которых СПО, ну не то чтобы ненавидят, они его очень любят, когда на нем деньги зарабатывают. А в общем-то развивать они его развивают только под себя в основном. У сообщества, на самом деле, вот с этим кругом людей возникает ну как бы противоречие. Вот смотрите ли вы на эти субъекты и как мы могли бы с ними взаимодействовать? Мы как оно точно смотрим. У нас в экспертном совете есть ряд индивидуальных разработчиков, коллега, которые, но мы обычно отбираем таких, которые, но имеют какой-то признанный статус, у нас Никита Соболев присутствует в экспертном совете и он активно участие принимает в развитии ряда образовательных программ и проектов. То есть мы точно и в экспертный совет и вообще взаимодействуем не только с бизнесом, но и с простыми разработчиками и мы в проект стратегии, когда его формировали вместе с коллегами, мы вписали круг лиц, в том числе физических лиц. Хорошо. У меня сначала вопрос, а потом будет маленький комментарий. Вопрос такой, вот я пока вы выступали, по диагонали почитал состав ваших экспертных советов, а вот вообще кто и по какому принципу отбирал туда участников, мне просто интересно. Это вот как бы чья была, он как это, самозародился методом самораскрутки или это была чья-то инициатива? Потому что, в общем, ну я в отрасли где-то уже скоро 40 лет будет, там пару знакомых фамилий встретил, ну вот как бы на этом ограничился. Вся остальная публика, по-моему, к открытому и свободному программному обеспечению имеет, ну мягко говоря, весьма теоретическое отношение. Вот как он вообще зародился, этот совет? Значит, у нас формирование совета носит заявительный характер. У нас на сайте есть заявления, мы их рассматриваем и вместе с председателем принимаем в состав экспертного совета. И комментарий теперь. Вот это на моей памяти пятая попытка нашего государства активно вмешаться в деятельность свободного программного обеспечения. Пятая. Первые четыре не взлетели. И это не взлетит. Знаете почему? Потому что все, что вы сказали о планируемых вами мероприятиях, это перпендикулярно принципам деятельности свободного сообщества. И вот все четыре предыдущие программы были также перпендикулярны свободному сообществу. Пока те, кто пытаются приручить свободное сообщество в свою пользу, не поймут, как это безобразие функционирует, как оно устроено, как в нем выдвигаются лидеры, ну и так далее, и так далее, как оно функционирует и не примут правила игры сообщества в плане функционирования, они будут навязывать ему свои государственные правила, о которых совершенно правильно коллега сказал, как был анекдот, что таксисту, нашедшему пакет совершенно секретно, предлагается застрелиться самому. Так и здесь, понимаете, нам всем предлагается застрелиться самим. Вот пока этого не произойдет, ничего из этого, кроме пилища движения бюджета, к сожалению, не произойдет. Главное тут понимать, что я не представляю государство, у нашей организации в учредителях нет государственных органов, как таковых, и задача стратегии конкретно. А кого вы тогда представляете? Сообщество вы тоже не представляете, мы вас не кооптировали, то есть вы не представляете ни государство, ни сообщество, вы представляете государство. Нет, я представляю своих учредителей, в первую очередь, которые есть, и сообщество в лице экспертного совета, у нас на текущий момент больше 70 человек, которые представляют около 50 организаций. Я считаю, что это, конечно, не очень массовое сообщество, но тем не менее коллектив приличный собран. Ну это хорошо, это представители бизнеса, причем тут сообщество свободных разработчиков совершенно непонятно. Коллеги, у нас сегодня специально тестовый выход на вас, для того, чтобы мы нашли общий язык и начали взаимодействовать непосредственно с простым. Так, ну давайте, некоторые предлагают в сайте выйти, не надо это делать, синий куб, синий куб, вы, да, потом оранжевый. Не столько вопрос, Николай Костригин, базальтиспо. Я посмотрел обе версии вашего сайта и не нашел ни одной ссылки на открытые репозитории даже участников вашего сообщества. Это комментарий, да, но он, видимо, ничего не скажешь, но не нашел, да, там их не было. Оранжевый куб? У нас нет своего репозитория, поэтому я его не рекламировала и не представляла сегодня. А его нет, поэтому не рекламировали. Речь идет о разработке государственного репозитория, то есть даже проекта никакого нет. Речь нигде не идет о разработке государственного репозитория. Есть у государства, в лице Минцифры, есть постановление 18.04, принятое правительством, говорящее о том, что сейчас идет эксперимент по созданию национального репозитория. Этим занимаются Минцифры России. Галерка. Твой микрофон не работает, оранжевый куб. Пока включает твой микрофон. У вас прекрасный физический учредитель, к сожалению, ни один из них не занимается открытым ПО. Это уже сказали, это был первый вопрос. Второй вопрос, я очень мало. Меня зовут Станислав, я координатор петербургской группы пользователей Linux и разработчик достаточно длительного, большого проекта под GPL V3. У меня был вопрос по мерам поддержки вот этого лицензионного непонятно чего, который у нас существует. Вот вышла общественная лицензия, которая по факту очень перемиссивная и свободно ее не назовешь. И вот эти инициативы по открытию и выкладыванию государственных софта под этой лицензией фактически нацелены немножко, на мой взгляд, не то. То есть они прекрасны для состава учредителей, например, вашей организации, вот им они очень удобны, но интересам сообщества разработчиков они, опять же-таки, не отвечают. Планируете ли вы как-то исправлять эту ситуацию? И, например, перенимать опыт зарубежных коллег по защите независимых разработчиков в случае лицензионных споров с компаниями или вот какую-то такую деятельность начинать? Алексей не пишется. Смотрите, вмешаюсь еще. По поводу лицензии Goal, у нее есть одно преимущество, это ее пермиссивность, которая позволяет дописать две строчки и перевести по GPL, например. Ну это да, но нет. Я отвечу на оба вопроса. Значит, вопрос по недостаточности и недостаткам этой лицензии, это первый комментарий от вас, если его нужно донести до, соответственно, Минцифры, мы готовы это сделать, соответствующим образом обсудив конкретику, какие поправки нужны. Насколько мне известно, они в любом случае будут вносить корректировки в 18.4 в это постановление. Вопрос просто, какие конструктивные нужно сесть, обсудить с нами, с коллегами. На второй вопрос по поводу представления интересов. Да, мы видим у себя это направление, как у ОНО, на поддержку разработчиков. Мы сейчас хотим уже запустить сервис, ну, видимо, там месяца через два он у нас появится, по подбору лицензий. Постараемся его за два месяца запустить, сейчас с коллегами ведем эту работу. И следующим шагом, соответственно, поддержка и помощь в соблюдении лицензионных требований. Алексей Шапалин, у меня такой вопрос. Почему вы считаете, что нам нужен национальный репозиторий? Почему он должен быть какой-то один? И кто будет его сопровождать и обслуживать? Потому что, поймите, у нас, например, у компании «Базальт», у нас в самих штуке три различных площадки репозиториев для разных целей. Нам этого достаточно. Но при этом коллеги, например, из Астры или из Редоса никогда к нам не придут, потому что у них есть свои такие репозитории. Если кто-то будет организовывать в рамках государства, то, скорее всего, точно так же найдется конфликт интересов, кто туда никогда не придет в эти репозитории. То есть, либо это должно быть какая-то настолько кристально чистая организация, которая его будет организовывать и сопровождать. И, ну, опять же, почему он должен быть один? Почему их не может быть множество? Вообще публичных репозиториев может быть множество, именно публичных. Не обязательно он должен быть один. Репозитории национального уровня, наверное, должен быть один. И здесь мы, когда рисуем эту стратегию и описываем у нас репозитории, мы исходим из практики Китая. Да, у нас несколько отличаются условия с Китаем, но, тем не менее, китайский ГИТИ очень неплохо занял нишу. Там тоже есть другие публичные репозитории, есть доверенные репозитории, есть корпоративные репозитории. Но есть тот репозиторий, который поддерживается, во-первых, государством и развивается, с поддержкой, не с помощью государства, а именно с поддержкой государства, и который является источником доверенного программного обеспечения, такого проверяемого для всего и сообщества, и для государства. Такой репозиторий в таком контексте, наверное, может и должен быть один. Ну, подождите, вы на меня, как на разработчика свободного программного обеспечения, еще хотите навесить ярлык «национальный разработчик». Зачем мне он нужен, этот ярлык? Не вижу связи. Но как все, что будет в национальном репозитории, значит, это делают национальные разработчики. Мы, наоборот, за открытость и за общение во всем мире, и вы хотите, чтобы приходили туда коллеги… Да, не было речи, что он будет закрыт для других. Так зачем это слово «национальный»? Может быть, оно и неправильное. Вот, собственно, вопрос обсуждаемый. Сейчас это слово прописано в постановлении и звучит как национальный репозиторий. Поэтому мы его пока на текущий момент и используем. Просто это слово «национальный» еще раз подчеркивает, что и организация, которая его будет делать, тоже, получается, должна быть какая-то национальная. Это уже не может быть коммерческий Яндекс или Mail.ru. То есть GitHub принадлежит к Микрософту, и никого это не смущает. А национальный репозиторий уже нельзя давать ни Mail.ru, ни Яндексу, ни Ростеху, ни еще кому. Ну, либо Ростеху там, да. Ну ладно, идея понятна. На самом деле название неудачно, все, ну давайте «синий куб». Термин неудачный. Но идея понятна, для чего он может быть… Мысль проста. Национальный репозиторий должен быть один, потому что если их будет несколько, то возникнет реестр национальных репозиторий. И это будет ужасно. А потом реестр реестров, да. Журнал учета журналов. Надежда, я хочу вам прочитать, да, звать меня Михаил Шигорин. Я попробую поработать… И я потеряла, где вы. …говорящей головой. Тут Стас Емец, который в том числе в Ростелекоме работал несколько раньше, на своем блоге blog.emets.su в середине мая опубликовал сказ о том, как на Руси собрались открытому ПО помогать. Вот как раз-таки по поводу «Оно открытый код». Я, чтобы не прибавлять от себя, постараюсь просто зачитать несколько кусочек. Не, не надо вот это читать, не надо. Давайте не будем. Я отчитала все публикации, которые разные и, в общем… Я хочу не столько вам, даже сколько людям прочитать. …ведомости, коммерсант, и избранные места. Зачем распространять неправильные данные, которые кто-то… Не знаю, кому и как. Пришла в 2-го года. Была создана компания «Оно открытый код», которая ни много ни мало собирается говорить от лица разработчиков, свободную открытую программную обеспеченность с государством, международными организациями, много еще кем. Но, посмотрев на списки учредителей, участников наблюдательного совета, сотрудников и даже членов экспертного совета, впал в ступор, кто все эти люди. Какое отношение они имеют к свободному программу? Повторяешься, повторяешься. То есть уже было, было, было. Так вот, собственно, я просто много имею сказать о том, вот с моей колоколинке, да, там теория заговора и все такое. Я вижу, что ОНООК и ОНОВТ работают в интересах, скорее, условного IBM и условных штатов, а не условной России. Потому что даже когда я разбирал материалы вот этой самой стратегии, которую вы подавали, там очень интересные вещи творились. Там в вступительной части, например, были такие пассажи, что аналитической записки, по сути, что в мире СПО в некоторых нишах ведет, но в некоторых оно играет такую роль, ну, по сути, корма для корпораций. Вот. И дальше там был еще один пассаж на эту тему через пару стратегий. Вопрос какой, Миша, вопрос и не на тему. У меня, собственно, вопрос такой, а действительно, что вы здесь забыли? Не вы лично, а все ОНО. Что, все эти люди не принимаются? Другие вопросы. То есть, вот, понимаете, при всем уважении к вам. Вам не жалко на это свою жизнь гробить? То есть, общаясь с людьми на языке, вот я, например, вот это вот ОСПО воспринимаю как какой-то марсианский. Мы так не говорим. Мы говорим свободное ПО. В ГУП ОСПО было бы еще хуже. Ну и ладно. Вопросы неэстетические. По делу, по делу. По поводу репозиториев. Вот есть, например, и я ставил этот вопрос, опять же, с полгода, год назад. Репозитории исходных текстов, да, вот как те же гитхабы, репозитории бинарных пакетов. Там такая каша идет. Вы хоть что-то вот за этот год со своей стороны, мы по линии АД там с Минцифрой в том числе работали и озвучивали это. Вы по своей линии хоть что-то делаете? Ну, я не знаю, просто у вас вообще кто-то, кроме Панченко, там, Смирнова и Савченко понимает разницу? А, понятно. Ну, кто-то из приближенных, скажем так, хотя бы как-то, да? Понимает разницу между тем, что такое бинарники, что такое исходники, как соотносятся эти репозитории, как с этим всем работают, понимаете? Или отправят вас, так сказать, говорить с какими-то инопланетянами, а они тут, понимаешь, устроили терраль. Передаю. Риторические вопросы давайте пропускаем. Я один вопрос по делу, по делу, все. Всем все понятно, что вы спрашиваете? Сейчас разжарку по делу. Добрый вечер. Александр Базальт СПО. У меня вопрос такой. Я правильно понимаю, что фонд создан для того, чтобы те, мягко говоря, лишние деньги, которые есть, передать людям, разработчикам, которые в них нуждаются, чтобы они продолжили дальше творить правильные продукты, лаконичные, с правильным кодом, без ошибок, соответственно, свободным. И все это связано с тем, что сейчас мир раскололся, и государству требуются не только хорошие программные продукты, но еще и безопасные, чтобы их можно было проаудировать. И для этого создан этот фонд. Это первый вопрос. И второй вопрос. У нас со свободным ПО все хорошо, относительно. А вот свободного железа, открытого железа, у нас практически нет. Рассматриваются ли инвестиции в железо в том числе? То есть в дизайны у нас в России, чтобы создавались здесь еще и железки. Спасибо. Спасибо большое. Фонд на базе ОНО пока не создан. То есть у нас финансирования на поддержку пока нет. Но вы ко мне вопрос, вот лично ко мне спросите. Я считаю, что в перспективе, если оно действительно занимается представлением интересов разработчиков и поддержкой разработчиков, то оно должно функционировать как фонд по аналогии с международными практиками, ну то есть с организациями, которые на международном уровне также развивают и проекты, и поддерживают разработчиков. Это если вопрос ко мне. Возможно, в перспективе так и будет функционировать. Опять же, отвечая на вопрос по поводу аппаратных программ, развивать нужно однозначно. Спасибо. Так, я хотел, вот я в госорганизации работаю, но я знаю, как программировать, что творится в госорганизации. Я думаю, если бы ваша организация помогла бы своим советом реализовать то, что говорит Алексей Смирнов, то есть, подожди, понимай, пойму, два раза стукнуться. То есть, вот общаясь, вот чисто вот, я общаюсь с свободным, я расту в своей квалификации у себя в организации. Ну, так получается. Но я знаю, что большинство программистов в тех же госорганах, ну, в госорганах, которые занимаются кучей, они лежат там в архивах, потом через 10 лет от архива пропадают, и все, что они там наработали, вот так как вот это решение, которое когда-то в 70-х годах не принято, то есть не выполняется, она так уходит. Извините, я пришел к программистам 21 год, 23 года, сейчас мне 65 лет, я ушел, после меня дыра, потому что все, что я знаю, оно где-то там лежит, и где-то уже, может, давно в архивах. Может, вам правильнее заняться именно этим вопросом, а не вот тем, которым вы хотите заниматься. Так, Лана, вопросы, которые задавались, вы смирновые не повторяйте, то есть про то, что публиковать в репетитории, вот об этом сказано. Оранжевый микрофон. Здравствуйте, спасибо за доклад. У вас был слайд, где вы приводили опрос по неокрам и прочим грантовым деятельностям. Подскажите, пожалуйста, я наблюдаю за неокрами, вижу, что все они сейчас являются возвратными, с достаточно жесткими условиями по коммерческой прибыли в течение нескольких лет после получения гранта. А как вы видите использование таких неокров в рамках открытого программного обеспечения, свободного программного обеспечения, используемого для некоммерческой деятельности? Планируете ли вы такие неокры, как их получить? Потому что невозвратные гранты есть, но получить их по условиям, которые там прописываются, могут только крупные вузы. А для сообщества планируется ли какая-то активность в этом направлении и что-то связанное с неокрами, которые не будут завязаны на коммерческую деятельность? Мы сегодня днем как раз с Алексеем обсуждали этот вопрос. Прямо ровно в этом контексте. Давайте я так отвечу. Они точно нужны, такие неокры, именно для ИСПО. На вопрос как я на текущий момент не отвечу, но, наверное, возьму на себя обязательство подумать над этим и в рамках нашей организации обсудить, как это могло бы быть с учетом вообще практики финансирования неокров, в том числе неокров вузов, как невозвратных, и неокров компаний, как возвратных, и подумать над тем механизмом, который можно предложить. Андрей Лимачко, базарь ТСПО. Вопрос следующий. Планируется ли какая-то проработка, соблюдение лицензий к КПЛФ? В частности, принуждение к публикации измененного кода сторонними людьми? Вы имеете в виду, чтобы мы провели анализ в принципе… Возможно, правовой анализ, мне сложно… Смотрите, в части просто рекомендаций аналитики мы такой документ подготовили, он у нас на сайте, как аналитический материал размещен. Если вы говорите о том, чтобы непосредственно из полупрограммы, лежащие в свободном доступе, проверить на соблюдение лицензий, просто так в свободном инициативном порядке, наверное, это нецелесообразно. Но если есть такой запрос и нужно помочь вам соблюсти, то мы уже даже сейчас, наверное, со своей командой готовы этот запрос реализовать. Нет, вопрос, мне кажется, был немного о том, что есть уже правоприметительная практика, которая нарушена, явно нарушена. Мы это знаем и подозреваем. И вот проводите ли вы какую-то деятельность или рассчитываете в этом… По восстановлению законности. Да, по восстановлению законности и соблюдению тех самых правил, которые в первый день мы разбирали. Принуждение публикации. Принуждение публикации, да. Но это то, что говорил Смирнов уже. Повторяйте, ребят. Можно? Можно? Да. Исапенко Павел, актом информационной технологии. На одном из ваших слайдов это слово уже было. Стандарты. Скажите, пожалуйста, планируется ли содействие разработки государственных комплекта, полного комплекта государственных стандартов по взаимодействию организаций с государством, с государственными информационными системами? До сих пор, до сегодняшнего дня, ну, к примеру, на сайте налог.ру, при попытке входа в личный кабинет юридического лица, черным по белому написано, убедитесь, убедитесь, что у вас на компьютере установлена операционная система, какая-то, определенная операционная система двух определенных зарубежных поставщиков. Ну, прямая реклама. Более того, прямое требование использования зарубежного программного обеспечения при взаимодействии с Федеральной налоговой службой. Мы понимаем, какой выход из этой ситуации. Это не требование использования операционной системы либо определенного бренда, а использование стандарта. Тогда вот я сейчас с Виталиком переговорил, он говорит, не вопрос. Был бы стандарт, мы бы быстро организовали, более того, уже организовали, просто продекларировали бы соответствие стандарту, и благополучно можно было бы взаимодействовать. Вопрос. Скажите, пожалуйста, возможно ли посодействовало, разработки комплектов, а именно заказов, вот закажите стандарты, конечно же найдутся люди, которые эти стандарты напишут, их можно будет проверить, утвердить, и потом разработчики свободного программного обеспечения смогли бы свое программное обеспечение под эти стандарты доработать. Возможно ли такое? Я опасаюсь, что это вопрос более широкий, чем вопрос свободного программного обеспечения, в принципе. Поэтому давайте я его просто запомню. Последний вопрос. Давайте вот синякуб, максимальная коронка. Конкретно давайте. Построить быстро. Вот меня не очень понял, вот это вот выступление было, вот это рассказали про эту инициативу и так далее, рассказали как бы сообществу СПО. Вопрос. Люди, которые вот здесь сидят, которые мы услышали, которые есть какие-то предложения или желание помочь, что им сделать, как им поучаствовать, типа, обхватить какую-то помощь этому проекту? Первый человек, который предложил помощь. Первый. Вообще вот это самое, наверное. Спасибо большое за вопрос. Мы очень открыты к взаимодействию и можно написать нам на почту info.rush.nos, ну вот уже не горит, info.rush.nos и, соответственно, мы все предложения о помощи рассмотрим и будем очень благодарны. Ну, то есть мнение, пожелание, это все туда чисто идет? Да. Окей. Да, я все это увижу. Мне все покажут. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу особо поблагодарить за твердость и мужество приехать сюда и с нашей такой упругой аудитории повзаимодействовать. Спасибо. Коллеги, сегодняшняя работа у нас закончена.